После того, как Елизавета II по состоянию здоровья отменила все свои деловые встречи, королевская семья очень обеспокоена самочувствием монарха. По словам инсайдеров супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон стала чаще общаться с 95-летней королевой один на один. Герцогиня Кембриджска и Ее Величество общаются чаще обычного во время незапланированного отпуска королевы, утверждает королевский инсайдер. Источник сообщил ЮС Викли, что у Кейт особая связь с королевой, и они все время разговаривают по телефону один на один. Кейт прислала королеве огромный букет цветов от своей семьи, сообщают инсайдеры. Джордж, Шарлотта и Луи сделали открытки с надписью «Воздоравливай Корея». Хотя сейчас она вернулась в Виндзорский замок, члены королевской семьи стараются поддержать ее величество и советуют ей ни о чем не беспокоиться. Королева уверяет, что у нее все хорошо, но она говорила и раньше, поэтому, естественно, все обеспокоены. Они месяцами убеждали ее отдохнуть, цитируют слова инсайдера ЮС Викли. Другой королевский источник сообщил за Телеграф, что герцогиня стремится поддержать бабушку своих детей любыми возможными способами. Беспокойства по поводу состояния здоровья Елизаветы II впервые возникли после ее появления на двух мероприятиях с тростью. Позже королева отменила все свои деловые встречи и даже поездку в Шотландию на саммит ООН Коуп-26. Британское королевство на конференции по климату представили принц Чарльз, герцогиня Корнуольская, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Скандал вокруг принца Эндрю, которого обвинили в сексуальных домогательствах, набирает обороты. В прошлом месяце американка Вирджиния Джуффри подала иск в Федеральный окружной суд Нью-Йорка. Герцог Йоркский долго избегал встречи с представителями потерпевшей. Однако после того, как судебные документы все же были вручены, он решил сменить тактику и пойти по другому пути. Принц Эндрю продолжил отрицать свою причастность к делу об изнасиловании и выступил с ответным обвинением против предполагаемой жертвы изнасилования. Герцог Йоркский назвал иск женщины необоснованным и обвинил ее в попытке добиться выплаты еще одной компенсации. Он также заявил, что пострадавшая сама была замешана в скандале, помогая соучастникам в продаже людьми. В своем заявлении сын королевы процитировал фрагмент из статьи New York Daily News, где говорилось, что Джуфри была специально обучена и вербовала других молодых женщин в сети Эпштейна. Эти слова косвенно подтверждает источник издания Daily Mail. У нее было 9 или 10 девочек, которых она приводила к Эпштейну. Она никогда не выглядела так, как будто ее держали в плену. Она и другие девушки выходили оттуда, улыбаясь в своих купальных костюмах, как будто они только что пришли с пляжа, рассказал инсайдер. Принц Уильям и Кейт Миддлтон считаются одной из самых крепких пар в королевской семье. Но их путь к семейному счастью был нелегким. Еще до того, как будущая герцогиня Кембриджская стала частью королевской семьи, влюбленным пришлось столкнуться с проверкой отношений на прочность. После знакомства с принцем Уильямом Миддлтон быстро завоевала признание публики, чего нельзя сказать о ее матери. Как оказалось, Кэрол Миддлтон подвергалась упрекам со стороны окружения герцога Кембриджского. Королевская света высмеивала отсутствие светских манер у мамы Кейт. Внук Елизаветы II тогда не остался в стороне и встал на защиту семьи своей будущей супруги. Уильям был в ужасе от язвительности, обрушившейся на Кэрол. Он позвонил ей, чтобы предложить свою поддержку, и посоветовал дистанцироваться от претензий. Его шокировали появившиеся сообщения после его разрыва с невестой. Принц подозревал, что происходит много гнусных интриг, хотя кто их плел, он понятия не имел. Уильям считал, что это крайне несправедливо и совершенно неуместно, особенно в отношении Кейт и ее семьи, заявил Инсайдер Экспресс. Представители Букингемского дворца, в свою очередь, поспешили опровергнуть слухи о том, что королева не взлюбила Кэрол. Между ними никогда не было никакой встречи, и королева, безусловно, не высказала бы своего мнения о ней, сообщил источник. На днях жена будущего короля Великобритании принца Чарльза, герцогиня Корнуольская, приняла участие в фестивале Шеймлос в Лондоне. Камила Паркер-Боулс выступила с пламенной речью в поддержку жертв сексуального насилия. Королевские эксперты единогласно заговорили о том, что супруга принца Чарльза тщательно готовится к роли, которая ей предстоит. И своей активной общественной деятельностью еще раз подтверждает, что не собирается уступать популярности первой жены герцога Уэльского, принцессы Диане. Так один из участников дискуссии на Channel 5, британский телеведущий Джереми Вайн, похвалил герцогиню Корнуолскую за то, что она взяла на себя огромную роль в решении таких проблем, как сексуальное насилие. А журналист Майк Парри отметил, что Камила занимает место покойной принцессы Дианы, которую назвал самой известной женщиной в мире. Все знают, что принцесса Диана прославилась своей активной общественной деятельностью. Я думаю, что Камила готовится к роли, которую она в конечном итоге унаследует. Она супруга принца Чарльза, а Чарльз однажды станет королем. Она играет очень важную роль в этих вопросах. И я поддерживаю ее в этом, сказал Майк Парри в эфире Channel 5. Журналист также отметил, что именно так ведет себя Кейт Миддлтон, а Камила пытается ей подражать. Она должна занять место самой известной женщины в мире, принцессы Дианы Уэльской. Поэтому она должна держать марку, уверен Парри. Первая жена принца Чарльза, покойная принцесса Диана. Была известна своей гуманитарной деятельностью по оказанию помощи жертвам ВИЧ-спида и была тесно связана с рядом благотворительных организаций по борьбе с раком. Ее внезапная смерть в 1997 году вызвала беспрецедентный всемирный траур. Некоторые ее благотворительные организации до сих пор сотрудничают с королевской семьей. Вторая жена герцога Уэльского, герцогиня Корнуольская, за последние 10 лет открыла ряд кризисных центров по борьбе насилием и приютов для женщин, подвергшимся жестокому обращению. Примечательно, что накануне брака Камилы с принцем Чарльзом в 2005 году было объявлено, что она будет иметь ранг королевы-консорта после наследования престола старшим сыном королевы. Однако теперь эта информация удалена с сайта Кларенс Хауса. Последний год сильно пошатнул здоровье Елизаветы II. После смерти принца Филиппа в апреле этого года и скандальных заявлений принца Гарри и Меган Маркл самочувствие королевы еще больше ухудшилось. На прошлой неделе представители Букингемского дворца и вовсе сообщили о госпитализации Елизаветы II. Ее Величество посетило больницу для обследования, вскоре после чего вернулась во дворец. И хотя сейчас, как сообщается, жизни королевы ничего не угрожает, здоровьем монаршей особо сильно обеспокоились ее внуки. Королева говорит, что с ней все в порядке, но она говорит это всегда, поэтому родственники очень обеспокоены, сообщили инсайдеры. Особенно сильно за ее здоровье переживает принц Гарри, который не был рядом с любимой бабушкой в сложный для нее момент. По словам источника, герцог Сасекский даже впал в панический режим. Он чувствовал себя беспомощным, находясь за пять тысяч миль в Монте-Сито, и постоянно проверял ее. Он чувствует себя виноватым из-за того, что не попрощался с Филиппом. Он никогда не простит себя этого, если то же самое повторится и с его бабушкой. Одни из самых обсуждаемых королевских особ, принц Уильям и Кейт Миддлтон, вновь привлекли к себе внимание. На днях супругов заметили в аэропорту Хитроу в Лондоне, откуда они, как предполагается, улетели на отдых. Теперь поклонники гадают, куда именно отправилась пара. Тем временем королевских обозревателей заинтересовало совсем другое. Дело в том, что герцог и герцогиня Кембриджский были в компании своих детей, нарушив тем самым одно из королевских правил. Согласно протоколу членам королевской семьи, в особенности наследникам, запрещается совершать совместные полеты и длительные поездки на автомобилях. Правила ввели для того, чтобы избежать гибели сразу всех наследников. Королевской семье важно сохранить линию преемственности. Стоит отметить, что сама Елизавета II соблюдает правила и никогда не отправляется в путь одновременно с принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Монарши особо занимают первые две строчки в списке наследников британского престола.